всем большой привет меня зовут татьяна и добро пожаловать на мой канал сегодня я буду рисовать пейзаж акварельный пейзаж и это будет сценка из маленького портового немаленького среднего портового городка там будут как лодочки так и здание вода у этой работы тоже есть своя предыстория как в моем прошлом видео эту работу я писала не просто так не по своему собственному вдохновению но по своему собственному референсу кстати фотореференс я постараюсь прикрепить в описании к этому видео и так те кто смотрел мое предыдущее видео где я писала акварелью осенний пейзаж те знают что я состою в группе в инстаграме организованной французским художником домиником бани и каждые две недели участники этой группы предоставляют референс и все остальные художники пишут по этому референсу то есть как бы ну своеобразный челлендж такое происходит с каждой работой доминик организатор этой группы все больше усложняет нам задание например в этот раз кстати это была моя очередь предоставить референс в этот раз он попросил написать пейзаж не только в том стиле которому художник привык но и выйти за пределы своего собственного я и он попросил сделать что-то такое необычное абстрактная полуабстрактная похулиганить он назвал это даже авангард я не знаю что он подразумевал потому что мне кажется авангард это нечто другое ну подозреваю языковой учитывая языковой барьер то что он пишет по французски но с французским каким-то уклоном он имел ввиду что нужно сделать что-то такое абстрактное не знаю обрадуетесь ли вы или расстроитесь но в этом видео я пишу в своем обычном для себя стиле таком классическом акварелью по сырому по мокрой увлажненной бумаги я чувствую себя очень комфортно и расслаблено когда я работаю в этом стиле я чувствую бумагу мне нравится работать акварелью для тех кто новенький на моем канале я пишу работаю в разных техниках акварель по-прежнему моя самая любимая техника в ней я отдыхаю и желаю вам того же может быть следующее видео я запишу если я буду экспериментировать вот в этом абстрактном полуабстрактном стиле если вам это интересно пишите в комментариях я буду очень этому рада и постараюсь записать для вас это видео итак сегодня город портленд здесь у меня рояль в кустах вот я напишу вот эту работу фотографию как я уже сказала я прикреплю в описании под видео и я вам разрешаю и буду рада если вы будете тут же по ней рисовать повторяйте за мной или рисуйте в своем собственном стиле творчество это всегда прекрасно но помогает нам какие-то трудные периоды нашей жизни и пожалуйста пишите комментарии подписывайтесь делитесь я буду очень вам за это признательна а сейчас приятного просмотра итак тема сегодняшнего видео акварельный портленд и начнем мы как обычно с наброска работа с наброском поможет нам избежать ненужных ошибок грешностей и познакомить нас с предметом нашего нарисования и будет не так страшно во время работы акварелью и на во время наброска мы как бы продумал продумываем проговариваем знакомимся с нашими героями а герои здесь это лодочки помните те кто смотрел мое предыдущее видео где я описала осенний пейзаж акварелью так говорила правиле третей то есть мы вот эту сторону делим на три части вот эту и на пересечении этих линий создается четыре точки куда и в которые и фотографии и в живописи приветствуются располагать объекты интереса это будет легче легче для восприятия зрителям вашей работы но бывают исключения то есть стараться лучше придерживаться продумывать это правило третей но вот в этом случае я буду немножко я покажу как она не всегда работает так как у нас очень сложные объекты интереса а точнее у нас два объекта потому что мне например тяжело выделить мне эти две лодочки кажутся одинаково интересными поэтому я немного смещение смягчаю вот эту зону не смягчаю а немножко подвигаю ее вниз вот здесь будет зона моего интереса а точнее две лодочки то есть вот одна и вторая я их могу подвинуть я их сначала сделала чтобы они когда-то перехлёстывались но потом я чуть-чуть их двигаю на этапе наброска это мы ищем композицию двигаю двигаем это все нормально вот я стараюсь не располагать вот эту лодочку в центре потому что когда мы располагаем объект центре но это уж такое для этого нужно иметь очень веские причины чтобы нарушить одно из таких основополагающих правил композиции не центрить работу ты бывает это нужно бывает это работает но как бы нужно несколько раз подумать прежде чем это делать вот и так соответственно линия горизонта меня вот будет располагаться вот здесь там же задний план какие-то домики лодочки возможно дом можно его и так расположить но я все-таки его располагаю расположить чуть пониже вот здесь сделаю здесь вот будет у меня да не забывайте про перспективу то есть все линии будут сходиться где-то вот так в одну точку где-то там вот и лодочки у меня будут как бы обрамлены контрастом видите вот здесь вот эти брусья стоят или как они там называются за что и привязывают лодки вот и здесь будет начать сильных довольно контраст тем самым они будут бросаться в глаза и снизу соответственно тоже будет контраст за счет отражения от здания и от самих лодок там будут более мелкие какие-то их не буду вырисовывать и вот этим здесь чуть-чуть буквально с правой стороны тоже лодки тоже какая-то там пристань я немножко отражение сделаю так вот ниже потому что мне хочется для поддержки здесь очень много всего слева поэтому какое-то отражение пусть будет пониже тут соответственно тоже какие-то будут лодочки здание окошки может я решила пониже опустить крышу этого здания ну вот в принципе что мне нужно узнать по поводу композиции в этой работе а сейчас я сделаю несколько цветовых набросков чтобы показать как не нужно заморачиваться по поводу красок которые у вас есть а можно использовать те краски которые у вас есть в наличии вот у меня здесь такой скетчбук который я веду давно иногда так интересно посмотреть на свои старые зарисовки работая вот кстати тоже у меня набросок по по фото из портланда иногда когда я делаю наброски можно понять я понимаю стоит ли приступать к большой работе или нет допустим маленький цветовой набросок я тут не буду заниматься с построением лодочек это просто будет по цвету поиски цвета скажем так я это делаю лишь в принципе я сама люблю перед началом работы посмотреть интересный цвет получается не интересный хочу ли я сделать более в каких-то розоватых там сиреневатых цветах или более открыто голубых в общем это такое дело для примера у меня вот набор из 12 цветов и честно сказать я даже не знаю где какая здесь краска сейчас буду прям пробовать я это делаю специально чтобы показать вам использовать можно совершенно разные краски и не волноваться допустим какая-то розовая здесь какая-то похоже на прусскую голубую по цвету вот пожалуйста начинаем с розовой на уровне горизонта берем такое вот вот этот цвет он вот не кобальту ближе а ближе к какому-то темно-березовому это может быть какая-то синяя типа fc можно добавить сюда зелени особенно вот когда мы находимся около горизонта то обычно и небо зеленее и соответственно отражение и спускаемся вниз и вода у нас темнее темнее и темнее и когда мы здесь совсем уже внизу то можно вот например вот эту синюю краску я здесь использую я не знаю что то как она называется эта краска набор для меня не очень знакомые вот я добавляю сюда что-то типа английской красной или венецианской красная то есть такая больше терракотова и она усложняет вот этот синий цвет и вот чем ниже тем темнее и темнее и сложнее и теплее вот это здание сразу здесь я использую практически то же самое смесь что у меня на палитре находится задний план оставляю пока лодочки нетронутыми можно сразу показать отражение 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 должно быть темнее чем ну или хотя бы вот такое же темное как здесь внизу можно добавить красненькое чтобы усложнить это дело и обхожу лодочки беру например какую-то зеленку что-то типа веридоновой мешаю с вот этой терракотовой и обхожу с лодочки обхожу с лодочки синий а стоит на терракотовой вот здесь вот кстати можно поярче показать вот так как это набросок я не буду тут сильно заморачиваться моя задача лишь показать какие могут быть разные наброски по цвету я не могу это я и потом также я буду и вести работу то есть я оставлю лодочки не закрашенными и потом уже когда у меня практически все будет готово я поработаю над ними потому что они являются как бы центром моего интереса ну вот приблизительно вот как пример вот такого наброска и здесь я даже практически норы не использовала желтые не знаю использовала буквально 45 цветов из вот этого набора 12 цветов поэтому я всегда призываю использовать вас те цвета которые вы можете купить ближайшем художественном магазине делаем второй набросок кстати когда вы несколько раз нарисуйте одно и то же на на чистовике как говорится будет строить композицию намного легче и опять же вот этого удочка потом идет вот это здание брусья отражение 1 отражение здания и другой лодочки немножко смочиваю чтобы легче мне краска двигалась по поверхности лица по поверхности ли листа так и возьму вот начну уже со своих допустим беру красную желтую у меня грязная кисть была поэтому немного попала здесь но это ничего страшно и у меня сейчас есть два варианта я могу пойти используя например вот краска типа fc вот такой яркой ну она практически напоминает как вот здесь может быть только ярче но я хочу чтобы показать что как может быть по-другому я пойду с кобальтом работать с кобальтом допустим я даже могу у меня вот белильная краска называется horizon blue здесь в эту краску добавлено белила я когда я ее добавляю в свой кобальт кобальт становится менее прозрачным но не таким ярким допустим допустим пусть меня какой-то желтый например захочу здесь добавить лодочка вот лодочка вот у меня тут одна закрасилась и и так с лафеткой протру а теперь например я возьму кобальт и немного у меня кто-то красный на палитре осталось и я вот буду такой больше сиреневый колорит использовать кобальт мир какой-то коричневую добавлю усложню его больше коричневый можно ультрамарин и опять кобальт вытираю здесь вот небо где у меня предполагается здание здесь потому что здание вот хотелось бы какого-то розового цвета чтобы она на контрасте с небом но розовый но такой приглушенный и вокруг лодочек мне нужен очень темный тон поэтому я беру ультрамарин коричневую это может быть там берн сиена любая коричневая коричневатая терракотовая какая у вас есть желательно чтобы она была прозрачная потому что когда краска непрозрачная она не даст очень темного цвета потому что в непрозрачных красках них есть белила и вы очень сложно получить вот темный цвет такой хороший насыщенный тон а прозрачные краски они вот хорошо дают темный цвет теперь пока у меня здесь сырой я сейчас быстренько покажу задний план средний план можно там индиго даже индиго тоже очень хорошо затемняет но и будьте осторожны с индиго она может загрязнить работу те вот просто совсем разные цвета использую ориентируясь только на тон и совершенно не привязываясь к практическим к моему референсу просто смотрю темнее или смотрю лишь темнее данные данная какая-то форма до или светлее это позволяет мне вот но быть свободны от света но тем не менее вот уже сейчас видно что и это цветовое решение имеет право быть и и вот это цветовое решение вполне 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 имеет право быть допустим я тут поярче делаю красную это половинку красную линию она будет привлекать внимание то есть можно еще сделать несколько ран набросков и поискать вот используете краски которые у вас есть и поэкспериментировать и и каждый набросок вас будет приближать к тому что когда будете работать на чистовике вам будет намного легче потому что уже не будет страха там что-то испортить уже сделали набросок и вы уже потренировались и во первых вам будет легче во вторых что может быть вот и сделав несколько цветовых набросков вы поймете какой вам будет более интересно да то есть можно использовать вот например как у нас голубой цвета можно использовать как такой есть понятие в английском языке mother color то есть материнский цвет да то есть вот здесь вот он голубой но но это голубой может быть кобальт это может быть ультрамарин это может быть кобальт бирюзовый это может быть фэц ведь можно же сделать на основе даже вот этой красочки да кобальт бирюзовый тоже получится довольно интересно ну вот что касаемо набросков и приступим теперь к основной работе вот я тут уже быстренько на скорую руку сделала рисунок и даже немножко здесь вот такие веревочки которые привязывают лодки к этим брусьям я маскирующую жидкостью сделайте веревочки потому что ну иногда вот хочется какие-то мелкие мелкие детали я сделала несколько вещей здесь два флажка и и вот одну веревку и вторую и а вот здесь вот еще как бы мачта просто хотелось бы чтобы чуть-чуть под себя подстраховать потому что иногда я старалась это делать там скайпелем или мастихином такие вещи но бывает что не получается поэтому если очень хочется то нужно себя подстраховать маскирующей жидкостью или потом спокойно совершенно если вы этого не сделали использовать белила ничего страшного в белилах нет на мой взгляд хорошенько увлажнить бумагу нужно опять же мне нужно потому что у меня воздух очень сухой поэтому хорошо увлажненная бумага это одно из самых одно из самых я придаю этому очень большое значение и начну я пожалуй с неба а для этого я вот так переверну свою работу потому что я хочу чтобы у меня у меня мой пигмент он двигался вот в этом направлении еще пожалуй немножко уберу лишнюю влагу ой как же всегда страшно начинать и это говорит вам художник который работает в акварели будет 15 лет уже в двадцать пятом году и так вот палитра грязная мне хочется начать с такого персикового цвета это гамбош гамбош ну желтое это по-моему практически как кадми желтый средний или даже кадми желтый темный где-то так приблизительно я экспериментирую я не знаю что у меня будет и беру сейчас кобальт это как бы такая третье будет световое решение по сравнению с набросками каждая работа это должен быть эксперимент именно тогда художнику интересно тогда появляется азарт ну вот пусть у меня будет вот такое небо нужно еще немного возвращаю назад в нормальное положение свою работу немного сухой кисти немного сухой кисти так буду добавлять буду добавлять допустим ультрамарин постараюсь постараюсь не трогать лодочки а для того чтобы подстраховаться я сейчас салфеткой просушу еще больше так возьму-ка я прусскую голубую вот так я их обхожу ультрамарин все тот же желтый попробую другую кисть немножко коричневый попробую добавить что если я допустим добавлю сюда какой-нибудь для интереса бирюзовый сети я просто играюсь каждый раз пробую что-то новое я лучше придерживаться одних и тех же цветов тогда больше будет цветовой гармонии сильно много цветов лучше не использовать в работе теперь я приблизительно помню где у меня вот мой домик пока бумага влажная я могу промокнуть салфеткой и получить свой домик здание здание так и сразу пока вот здесь вот влажная бумага у меня какие-то деревья я использую просто краску с палитры это неважно какого она цвета должен быть какой-то нейтральный и не сильно теплый потому что задний план он всегда холоднее если вы что-то теплое пятно поставите на задний план она будет приближать притягивать взгляд и будет смотреться неестественно сразу можно лодочку показать но это все будет потом подправляться как мы уже договаривались здесь будет и отражение оно должно быть мягким поэтому я сейчас его сейчас вот и хочу сделать и в то же время для поддержки вот этой стороны оно здесь вот пониже будет тут какие-то видимо потом мачты попозже попозже я сделаю то есть я даже не вижу что там я даже не вижу что там но я как бы просто вот такими суетливыми движениями пока делаю намек на что-то там и сейчас быстро вот это розовое здание ну как розовое можно назвать бежевым но какой-то теплый но довольно нейтральный цвет и теперь ультрамарин поближе к себе буду смешивать ультрамарин с вот этой своей коричневой прозрачный можно чуть-чуть желтенько добавить и буду обходить ложечку лодочки и не забываем и не боимся брать краску по темнее потому что сначала кажется что ой как 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 жутко темно на самом деле на самом деле все будет гораздо светлее когда она высохнет так я возьму кобальт и опять вот эту желтую с которой начинала надо с некоторую зеленцу может быть она здесь вот и не помешает вот 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 кисти я использую разные опять же мне иногда кажется что сейчас я вот это кисть работает а сейчас я вот это попробую может быть другой работе я буду не привязываться именно к этим кистям это вот как я уже говорил это всегда эксперимент когда вот окошки рисовать допустим какие-то геометрические форме то удобно рисовать их работать с такой вот плоской кистью но опять же там не обязательно так сейчас я возьму салфетку немножко подправлю форму лодочек и сделаю если если получится не всегда в акварели получается то что планируется вот эти чуть-чуть пигмент я убрала у меня получилось такое вот отражение а вот здесь второй раз прикосновение было лишним и точно так же вот здесь попробую тоже вот отражение которое потом подправиться вот здесь вот слишком светло у меня получилось я сейчас очищу палитру свою возьму допустим русскую голубую усложню ее этой широкими мазками я вот покажу эти волны возьму более мелко мелкую кисть и тот же самый цвет только разведу его больше с водой более тонкой кистью покажу здесь вот ряд чуть дальше формат бумаги здесь где-то приблизительно 30 на 40 все такой не сильно маленький это может быть я ее эту работу не успею как бы аля прима за раз часто бывает что нужно прерваться тогда я просто смачиваю работу и дорабатывая как бы со второго захода продажу оказалось что теперь в конце мы провели всё а эта вот Продолжение следует... 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 но все высыхает, все становится светлее. И в то же время я не хочу работать по совсем сухой бумаге, поэтому я постоянно возвращаюсь и уточняю некоторые вещи. То есть начинала я работать здесь с такой крупной кистью, и сейчас вот уже какие-то мелкие добавляю мазки. Некоторые художники работают как бы от куска, то есть берут какой-то кусок и только над ним и работают. У меня другой принцип работы, я стараюсь вести работу как бы целиком. Постепенно уточняю. Так вот здесь вот у меня с этой стороны, как бы не знаю, как эта штука называется, но в общем куда, когда человек сходит с лодки, он может туда наступить. Вот я сейчас вот ее попытаюсь, пока бумага важная, здесь вот показать мостик такой. Соответственно, здесь вот тоже. вот я вижу, опять же, тоже детали, но вот здесь можно показать какая-то лестница. Тут у меня пластмассовый мастихин, он хорош для этого дела, для процарапывания лучше, чем металлический мастихин. Ну вот почти все основное сделано. и можно начинать работать над лодками, уточнять детали. краска где-то проседает, и сейчас вот усиливаем какие-то моменты. то есть, видите, я эти брусья изначально не вырисовывала, они у меня получились только вот благодаря тому, что я убирала пигмент при помощи салфетки. и я беру пигмент при помощи салфетки. и я беру пигмент при помощи салфетки. у меня меняется освещение, солнце садится. надеюсь, что сейчас не очень темно. я беру пигмент при помощи салфетки. Кисть, так называемая, сабля, сворт. Не лучше, это из китайского набора, обычно такие кисти дают более тонкую линию. Субтитры делал DimaTorzok Это так называемый эффект Seisty Brush, что означает кисть жаждущей воды. То есть я беру просто чистую кисть, сначала наношу воду, потом ее еще больше вытираю, и у меня как бы краска выбирается. И вот этот эффект тоже помогает достичь эффекта ряби на воде. Сейчас мне солнце бьет прямо на работу, поэтому я сейчас останавливаюсь и вернусь к этой работе, когда солнце у меня не будет мешать моему рисовательному процессу. Включила искусственное освещение, закрыла ставни и попробую еще немного поработать. Так теперь можно вернуться к лодочкам. Они должны быть довольно светлые, но солнечного яркого света здесь нет. Это фото было сделано в 2 часа дня. Но я не вижу здесь контрастных солнечных лучей. И здесь вот у меня уже бумага сухая. Я буду менять то более холодным, то более теплым. Вот какой-то розоватый будут и сюда добавлять. Мне главное оставить их по тону светлыми. Лодочки часто бывают довольно сложные для... Они бывают для работы, для рисования. Они бывают разных видов. Старайтесь их упрощать. Как бы рассматривать их как простые формы. Потому что иначе в них очень легко запутаться. Я даже там не вижу какие-то окошки в них. Но вот эту линию я проведу попозже, когда здесь немного все подсохнет. А вот здесь я совсем потеряла форму. Поэтому я сейчас буду ее восстанавливать. Вернее не форму, а рисунок. Ну и форму соответственно тоже. То есть она как-то вот... Я смотрю лишь темнее, светлее. Так называемый костыль у меня есть. Это вот я замаскировала. То есть я не потеряю очень много деталей. То есть все-таки какая-то игра деталей у меня уже здесь сохранена маскировочной жидкостью. И вот за этой лодкой находится еще одна. Которая поможет мне подправить форму. Но с этим надо будет крайне осторожно, поскольку я не могу сделать ее очень яркой. Потому что она полезет вперед. И соответственно вся моя композиция может нарушиться. Но здесь тоже надо подождать, пока подсохнет. Иначе путаница происходит. То есть я вот ошиблась в рисунке. Я пытаюсь это сейчас исправить. Иначе... здесь я вот ничего не вижу поэтому я буду немного сбрызну почему я это делаю? потому что у меня бумага сухая становится и если я сейчас что-то здесь буду рисовать то у меня будут слишком резкие границы а мне они не нужны, поскольку все что находится на заднем плане все должно быть мягкое по крайней мере я стараюсь придерживаться этого принципа и вот видите я чуть-чуть положила больше красного, больше розового добавила и сразу как вот оно лезет вперед поэтому мне нужно это все дело немного охладить то есть добавить каких-то холодных цветов процесс такой немножко добавляю что-то убираю добавляю убираю но все это лишь возможно пока бумага влажная как только она станет сухой это как в сказке про золушку карета превратится в тыкву кучер в крысу и так далее и очень сложно будет уже такие манипуляции проводить потому что краска убирается хорошо по влажной бумаге резкие границы, резкие грани, линии можно уже спокойно проводить и когда бумага высохнет видите я дотронулась пальцами и у меня такие вот пятнышки не знаю смогу ли я это исправить вот все я не знаю а сейчас я оставляю ее сохнуть потом я убираю маскирующую жидкость и делаю отражение уже по более сухой бумаге отражение от здания и лодок ну и доделываем мелкие детали вот у меня бумага высохла я сняла маскировочную жидкость видите как резко и некрасиво сейчас смотрятся вот но я это подкорректирую подкорректирую и я уже увлажнила обратную сторону бумаги сейчас увлажню еще немного 100 когда бумага увлажнена краска легче двигается по поверхности бумаги особенно в моем сухом климате но если мы увлажним только оборотную сторону то здесь бумага начнет сразу сгибаться поэтому я слегка вот так вот таким легким мистом взбрызгиваю ее как бы чуть-чуть чтобы влажность была скорее воздухе и так что я вижу в первую очередь я вижу что мне нужно подкорректировать форму вот этой лодочки и избавиться от вот излишней излишних резких границ на вот этих деталях которые я решила себя обезопасить так сказать из сделала маскировочной жидкость иногда это можно сделать просто скальпелем или мастихином но как я уже говорила в начале подчас это не работает поэтому вот если хотите себя подстраховать то можно использовать маскировочную жидкость а чтобы потом она не так явно смотрелась что я делаю меня такая кисточка эта кисточка а это синтетика но я ее обрезала практически под ноль и что дало мне очень то то есть вот она как бы такой скрабер со своими руками такие кисточки продаются вот у меня есть такая же покупная я не знаю видно или нет то есть это очень жесткая искусственная щетина которую можно практически не только выбрать всю краску но и испортить бумагу я как бы вот покупной кисточкой реже пользуюсь а вот кисточка которая довольно мягкая была синтетика и я и обрезал то есть она мне сейчас позволит где-то избавиться от резких границ например я так вот беру и там где мне слишком резкие вот эти грани между маскировочной жидкостью где была маска маскировочная жидкость и краской то я вот так вот затираю очень аккуратненько краешком вот этой щетины и у меня линия то появляется то исчезает белое то появляется то исчезает особенно вот здесь да у меня вот на заднем плане на среднем плане ближе к заднему к далекому мне совершенно не нужно такая резкая граница поэтому я ее уберу уберу вообще практически с виду на нет вот эту там я пыталась мачту рисовать а также сейчас вот я вижу что у меня это совершенно вот эта лодочка она потеряла форму поэтому я должна ее немного восстановить то есть я сейчас беру процарапываю как бы потому что вот здесь вот когда вот это слева часть справа часть лодки она светлее и я соответственно вот ее здесь вот делаю светлее и ориентируясь так как я здесь сделала уже три окошко то есть я мне сейчас самое главное чтобы эта лодка была выгляделась 7 две половинки выглядели симметричными и вот здесь вот у меня неправильно тоже построена поэтому я сейчас потихонечку буду все исправлять как первый этап это всегда такой как бы фан и такое я бы сказала даже развлекаловка когда можно экспериментировать краской брызгать во все стороны а потом уже начинается когда нужно все аккуратненько детализировать не перегружать не перегружая деталями поправить если где-то допустим допущены были ошибки так и на этом этапе нужно быть очень уже внимательны внимательными вот здесь на фотографии стоят клетки с где я так понимаю что это если я правильно поняла это либо для перевозки лобстеров либо крабов либо какие-то ловушки которые в воду помещаются и лобстеры туда забираются их даст их потом достают но я их вот не буду изображать поскольку слишком суетливо в этой в этой зоне поэтому я буду все это упрощать и ловушки или клетки с лобстерами изображать я не буду так как город портовы там еще много ресторанов и вообще крабы и лобстеры в из мэйна считаются самыми вкусными в америке вот у меня еще и здесь засохшие краски я сейчас их разведу водой немного возможно они мне пригодятся серая пейна и здесь зеленая и коричневая вместе то есть когда у меня краски подсыхают их просто добавляю воды и сухой старой кистью растираю так и так я немного вот эту удочку подкорректировала но нужно больше когда я пока убираю использую ультрамарин красную желтую этот ряда которая дает нейтральный цвет но и и и и Продолжение следует... Вот за этой лодкой еще одна голубая, а вот здесь уже отражение от нее. Ну пусть подсыхает. Так немного я ее подправила и избавляясь от вот этой явной такой некрасивой веревки. И тоже пусть что-то появляется, что-то пропадает. Здесь вот тоже мне не нравится, слишком нарочито продолжает выглядеть. Нажимаю я совсем не сильно, так слегка, чтобы не испортить бумагу. И продолжаю вот работать вот этой своей кисточкой, которую я подрезала. Кисточка-скрабер такой, чтобы скрабить, счищать краску. Вот здесь вот я оставила место для флажков на лодке. Вот они белые, но я, наверное, один тоже чуть-чуть границы смягчу между маскировочной жидкостью. Чтобы не так бросались глаза. Флажки я, наверное, нарисую синие. Мне хочется какой-то синий акцент. Видите, появилась пропала, появилась пропала. И точно так же здесь. Но вот эта веревка самая ближняя, как бы, к зрителю. Поэтому она может быть, как бы, быть более явной, чем эти последующие. Всегда хорошо иметь такой эффект между, такой, как бы, в английском языке говорят loose, what a color. Такой легкой. И когда кажется, что вот она здесь течет и перетекает сама по себе. И какими-то детальками. Как вот здесь какие-то веревочки, лестница, там, окошки. Вот сейчас вот. Сейчас я сделаю... Немного поработаю еще над вот этой лодочкой. Вот. Сейчас я сделаю... Так. Сейчас я сделаю... вот я положила как бы теплый цвет и рядом холодный у нас лежит кобальт и здесь вот уже теплый и немного холодного не очень хорошо понимаю ее конструк конструкцию но пытаюсь упростить а Сейчас возьму серую пейна. Нет, это индиго. Ничего, индиго тоже пойдет. И к индиго добавлю коричневое прозрачное. Мне очень надо очень темную полоску сделать, где соприкасается лодка с поверхностью воды. Может быть немного подкрасним, если получится здесь. Так. 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 Поверхность сухая, поэтому я могу совершенно спокойно. Уже у меня краска не расплывается. Я уже могу добавить столько деталей. Сколько я захочу. беру лайнер тоже какие-то веревочки могу какие-то дополнительные штрихи здесь наверно еще здесь краска еще расплывается здесь надо ну когда я подпишу ее тут написано mi 217 ff конечно я это писать не буду но какое-то подобие что здесь какая-то надпись надо будет сделать вот сейчас мы сделаем голубые флажки то есть одну половинку флажка я делаю светлой краской а там белила есть но это можно просто очень жидко голубую развести вот и половинку я делаю главное чтобы они не были одинаковыми один выше другой ниже пусть будет можно еще бирюзового добавить чтобы это не смотрелся таким чужеродным цветом дата я добавила еще вот сюда вот какая-то там синяя ложечка лодочка на крышу здесь вот можно можно вот сюда в окошко бирюзовый или голубой цвет так и сейчас сделаем отражение отражение нужно делать по сухому взять как у как попробовать такой кистью круглой и буду использовать свою триаду то есть когда я сомневаюсь какой цвет меня использовать я практически все время использую красный синий желтый сейчас я больше желтого добавлю потом я беру и в эту же смесь добавляю больше красного потом опять возвращаюсь возьму ультрамарин потому что он темнее чем ниже мы спускаемся чем у нас должно быть темнее наше отражение вот здесь вот отражение от там между столбами здесь более темная там тень и я соответственно делаю темное отражение и здесь немного взбрызгиваю чтобы какая-то еще там рябь появилась на воде всегда хорошо проверить себя через телефон особенно вот как я сейчас не могу отойти далеко от работы здесь еще здесь еще у меня мокрая поэтому вода потекла вырине краска поднимается на лодку ну это я думаю это не страшно и вот здесь мне хотелось бы еще тоже добавить здесь немножко рябь какой-то вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Там немножко фактуры на это здание, чтобы оно не было таким скучным. Субтитры сделал DimaTorzok Когда вы делаете вот эти так называемые зигзаги на воде, то всегда существует опасность, что их будет слишком много и работа будет перегружена. Поэтому будьте осторожны. Вот тут я вот нечаянно. То есть кое-что всегда можно исправить, пока бумага еще влажная. Или вот как при помощи вот этой кисти можно немножко протереть. Но тоже очень надо быть осторожным, потому что можно испортить бумагу, если сильно так уже тереть. То есть там какая-то лесенка. Сейчас все про детали. Можно больше, можно меньше. Сегодня никак не хочет сохнуть. Вчера так быстро сохло. Вот так. Вот так. Продолжение следует... 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 еще здесь немного приглушить здесь как раз пустой уголок у меня где я могу расписаться возможно я ее поставлю к стеночке и вернусь к этой работе завтра хорошо дать работе так сказать отстояться немножко и посмотреть на нее свежим взглядом потому что процессе работы взгляд замыливается часто бывают ошибки не видны тем более когда я стою так близко к работе что еще пару резких линий чтобы здесь такое сделать можно прямо попробовать индиго ну я думаю что достаточно итак я считаю на данном этапе свой этюд акварельный закончен возможно будут какие-то доработки но я думаю что суть процесса вы уловили и я надеюсь это видео вам понравилось я постараюсь не забыть и прикрепить фото референс в описании к этому видео а также я попытаюсь нарисовать еще такой же сюжет но в таком необычном авангардном стиле если вам это интересно то пишите в комментариях я постараюсь записать свои эксперименты в новом видео я желаю вам всем творческих удач и вдохновения и надеюсь вас скоро увидеть на моем канале опять с вами была татьяна а